Певица Ёлка, которая родилась в Ужгороде, она построила свою карьеру в России и продолжает там жить, могла донатить деньги на украинскую армию. Такое открытие о Елизавете Иван-Сиф, настоящее имя певицы, сделал блогер Богдан Беспалов. Блогер заявил, что певица якобы ездила на отдых, а оттуда переводила деньги украинским друзьям, чтобы те помогали в СУ. Он якобы получил информацию о том, что певица тайно посылала деньги в Ужгород своим друзьям, после чего их пересылали на нужды в СУ. Одна даже придумала сложную схему, которая не дает путинскому режиму поймать ее на этом. Лиза очень хитрая дама. Если поднять историю ее визитов, якобы на отдых в Европу и покопаться в трансфере ее личных средств, то удивишься, что она часто использует в Европе малоизвестные платежные системы международных переводов, прочитал Беспалов письмо. Блогер отметил, что таким образом Ёлка придумала себе прикрытие, если она будет вынуждена вернуться из России в Украину, то будет оправдываться относительно своей молчанки, и здесь ее козырем будут донаты на ВСУ. Напомним, ранее стало известно о том, что Аня Лорак якобы задонатила округленькую сумму на помощь украинской армии. Сергей Стерненко лично заявил, что от певицы поступило 80 тысяч гривен. Он добавил, что Аня Лорак якобы не впервые помогает украинским военным. Ранее новый бойфренд Аня Лорак решил вступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв истинные взгляды голубки мира на войну в Украине. Денежный перевод подтвердил Стерненко, который сейчас собирает средства на новых птичек для наших защитников. Певица украинского происхождения Аня Лорак, которая из-за молчания про войну в Украине стала пользоваться на родине дурной славой, продолжает делать противоречивые жесты.